Учителя учатся повысить профессиональную компетентность педагогов, обменяться опытом в сфере патриотического воспитания. Цель зональной конференции, посвященной 80-летию начала контрнаступления в битве за Москву. Проходила она для преподавателей истории и общества знания в 10-й школе. А до Дня Победы были десятки кровавых сражений, больших и малых, и каждая приближала этот день. Конференцию открыли самые юные ее участники, учащиеся 10-й школы. Своим выступлением правнуки героев Великой Отечественной создали настроение у присутствующих в актовом зале. Какой ценой досталась победа, сегодня помнят, к сожалению, не все. Переписать подлинную историю Второй мировой желающих немало. Внешние возмутители спокойствия пытаются переписать историю, изменить факты. Но наша с вами задача заключается в том, чтобы не допустить этого. И правильно нанести до наших учащихся историю нашей страны, факты не искажая от них. И первые помощники в этом книге. К 80-летию битвы за Москву историк-краевед, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, издал южные рубежи Подмосковья. Книгу о решающем сражении Второй мировой можно найти в каждой библиотеке округа. 28 ноября, запомните эту дату, началось первое успешное контрнаступление в ходе битвы за Москву. В это время на остальных участках фронта наши войска только отступали. Ранее считалось, что первый контрудар нанесли в районе Дмитрово, Перемиловских высот. Это не так. Это произошло намного позже. А вот 28 ноября под Каширой этот удар состоялся. Причем помогла 112-я танковая дивизия Гетмана, которая по железнодорожному мосту в Серпухове переправилась на другой берег Аки и из района Иванькова выступил на помощь кавалеристам. Андрей Голубев взял хороший подарок любителям исторического краеведения, учителям истории и общества ведения. Подробнее о книге рассказала педагог испущена Ирина Попкова. Книга хорошо директирована, причем представлены архивные фотографии. Их очень много, особенно, конечно, материалы Каширских, Серебряно-Прудских, Ожерельских, Ступинских архивов. Именно об этих городах в основном пишет Андрей Алексеевич в своей книге. Не менее интересным был и доклад о партизанах Серпуховского кружного комитета. Его представил специалист музейно-храмового комплекса Министерства обороны России Артем Павлехин. В Серпухове возникли списки трех отрядов – районного, городского и отряда МКБД. Точно такая же картина была во всех остальных районах Московской области. Представленные на конференции доклады были основаны на новых архивных документах. Одно дело – собрать их, а другое – интересно, нестандартно. Рассказать об истории подрастающему поколению. Добиться этого можно, например, в музее. Почти во всех школах они работают. Экскурсию для участников конференции проводили старшеклассники 10-й школы. У тебя какие чувства, когда ты входишь в музей? Чувство гордости за свою родину, за свой город. Самое главное в битве под Москвой – это то, что немцы не смогли захватить Москву. Современная программа по истории, она, в общем-то, сведена к тому, что уроком истории Великой Отечественной войны мы выделяем лишь небольшое количество часов. А это все-таки такая сложная страница, тревожная страница в истории нашего государства. Поэтому хотелось бы, чтобы услышали нас и, в общем-то, попытались каким-то образом, наверное, с помощью современных фильмов, с помощью современных программ, не искажать историю, а рисовать ее именно такой, какой она существует. 80 лет победы, Московской битвы нашего народа, то есть это основные мероприятия проходят именно, наверное, в школах Подмосковья. И мы уделяем им огромное внимание. Вот сегодняшнее мероприятие, которое посвящено данным событиям, это вот яркий пример. С текстами докладов, прозвучавших на конференции учителя и ученики, смогут ознакомиться в школьных библиотеках.